В Рождество все мы ждем чудес. Даже самое циничное и холодное ждут, хотя на первый взгляд этого вроде бы и не скажешь. У взрослых принято делать вид, что все у них организовано и спланировано, и на всякие чудеса, пускай и лучшие на свете, нет ни сил, ни времени. Это могло бесконечно бы все продолжаться и вообще неизвестно, чем бы закончиться. Но что-то в мире вдруг сломалось, и жизнь вдруг стала пугающей и непредсказуемой. Ты мог добиться каких угодно успехов, заработать сколько угодно миллионов, слазить на Эверест, а потом слетать в космос. Все вокруг говорили бы, какой молодец, а некоторые, возможно, бы позавидовали. А сейчас любой, даже самый успешный, может оказаться на больничной койке. Или того хуже. Все его достижения и успехи разом обнулятся. Весь мир вокруг может обнулиться. А ноль, сколько его ни умножай, даже если с помощью всех самых передовых технологий, все равно останется нулем. Вдруг оказалось, что самые важные и дефицитные вещи на свете меряются недостижениями и цифрами вообще не про то, какой ты молодец, а про то, что человеческое в тебе на самом деле есть. Оказалось, что нет ничего важнее на свете, чем человечность. Умение сопереживать, сострадать, подставить другому плечо и просто выслушать. Отцу Артемию из нашего храма около 30. Его маленький сын только-только начал говорить первые слова. А он ездит, причащает ковидных больных. Иногда на службе я вижу, как ему звонят. Он молится, затем бережно складывает дары в дароносицу, убирает их на шею. Встретив мой взгляд, с улыбкой кивает и тихо уходит. Я смотрю ему вслед и, стараясь не думать о своей маленькой дочери, просто молюсь. Свет вифлеемской звезды тихо спускается с небес на оглохшую от шума больших городов, ослепленную огнями, землю. И останавливается на рождественской открытке с вертепом в изголовье детской кроватки. Ребенок перестает хмуриться и улыбается во сне. Господь здесь, в этой комнате. Тихое чудо Рождества 2022 года. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин